В августе многодетным семьям Тверской области пришли нулевые платёжки на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Напомним, что такая мера социальной поддержки принята на основании постановления правительства Тверской области. В этом месяце мы получили нулевую платёжку. В семье Карпиченко трое детей. Старшие дочки Жени и Саша перешли в пятый и второй класс. Собрать ребёнка в школу, а тем более двух, задача непростая, поэтому для семейного бюджета любая экономия важна. По инициативе губернатора Игоря Руденя, семьи, зарегистрированные в Центре социальной поддержки населения в качестве многодетных, полностью освобождаются платы за вывоз ТКО, независимо от вида жилищного фонда. Высвободившаяся сумма будет очень кстати, говорит многодетная мама. Как только пришла нулевая квитанция, семья обратилась в отдел социальной защиты, чтобы получить компенсацию за предыдущие полгода. В марте месяце впервые услышали о принятии этого закона, но платёжки всё равно приходили с суммой. Ну и мы как порядочные люди всегда всё платили, а уже когда мы уже точно узнали, что можно сходить, сделать перерасчёт, то есть мы обратились в территориальный орган социально-защитное население, принесли все соответствующие документы, все, что мы платили, и все квитанции, и нам пообещали сделать перерасчёт и вернуть вот эту сумму в течение месяца. Если семья до июля оплачивала данную услугу, Центр соцзащиты выплачивает одному из родителей компенсацию расходов в течение месяца со дня обращения. К заявлению прилагаются платёжные документы, счета квитанции, подтверждающие факт оплаты. Всего в регионе 52 тысячи 200 членов таких семей. И сумма, которая будет недополучена региональным оператором, будет ему выдана из областного бюджета. Это порядка 4 миллионов 700 тысяч ежемесячно. Многодетные семьи, которые платили всё это время, должны обратиться в Центры социальной защиты по месту жительства, как это сделала семья. И им будет представлен перерасчёт в течение месяца после их обращения. А обратиться за перерасчётом нужно до 10 декабря 2019 года. При встрече с многодетной семьёй Карпиченко региональный оператор передал подарок детям – настольную игру сортировка мусора. Она интересна и познавательна и для взрослых, и для детей. Жене и Саше сказали, что знают о раздельном сборе отходов, освоят новую игру и научат потом маленького льва, которому пока ещё 10 месяцев.